Дорогие белорусы, я Мария Мороз, руководитель штаба Светланы Тихановской. Сейчас переломный момент нашей борьбы за свободу. Мирная акция 16 августа собрала огромное количество участников. Минск никогда не видел такого. Брест, Гродно, Бобруйск, Могилёв, Пинск, Гомель. Вся страна вышла продемонстрировать свою волю. Теперь нам надо сделать следующий шаг. Помочь уходящей власти осознать, что возврата назад не будет. Для них понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба. Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Для того, чтобы жить в своих дворцах и миллионных коттеджах-дроздах, им нужны деньги. Для того, чтобы свозить автобусами на провластный митинг людей из райцентров, им нужны деньги. Для того, чтобы оплачивать ОМОН, им нужны деньги. В конце концов, мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана. Для этого мы начинаем забастовку. Многие предприятия уже предупредили свое руководство об этом. Час настал. Каждый из вас сейчас решает для себя, выйти на забастовку или нет. И если выйти, то кто будет платить кредит или накормит наших детей? Ведь почти ни у кого из нас нет огромного счета в банке, чтобы бастовать. Не бойтесь, нас не оставят в беде. В Беларуси уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает. Беларусь, чем помочь? Выбирайте представителя на своем предприятии. Он обращается в наш координационный совет штаба Светланы Тихановской, который даст информацию, как получить помощь. Весь мир замер и с восхищением смотрит на нас сейчас. Очень многие хотят присоединиться к нам, прикоснуться к тому, что сейчас в Беларуси творится история. Огромное количество людей по всему миру хочет помочь нам и внести свой вклад в обретение нами свободы. Штаб Светланы Тихановской и она сама очень благодарны им за это. Дорогие, ваша помощь неоценима. В трудный момент вы подставляете народу Беларуси свое плечо. Я тронута и от всего сердца говорю вам спасибо. Спасибо, что вы с нами. Мы чувствуем это каждый момент нашего пути. Так что, дорогие беларусы, нас не оставят без помощи. Не бойтесь. Наша сила в вере в себя и в друг друга. И только вместе мы построим страну для жизни.